Три постоянных члена Совета Безопасности ООН. США, Британия и Франция внесли проект резолюции с осуждением химической атаки в провинции Идлиб. В результате этой бомбардировки десятки человек погибли, сотни пострадали. Пока мировые лидеры обсуждают дальнейшие действия, Дамаск и повстанцы обвиняют друг друга. Больше расскажет Сергей Ауслендер. Конференция по Сирии в Брюсселе началась с минуты молчания по жертвам бомбардировки в провинции Идлиб. Ведущие страны Европы, Ближнего Востока и представители ООН обсуждают, что теперь делать в связи с этой трагедией. США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции. 4 апреля правительственная авиация нанесла удар по городу Хан-Шейхун. Погибших больше 60, среди них много детей. Сотни человек госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Речь идет о возможном применении оружия массового поражения. Когда ракета взорвалась, из нее повалил дым. Очень много дыма и был странный запах. Стало очень трудно дышать. Невозможно дышать. Официальный Дамаск возложил вину за химическую атаку на повстанцев. Правительственное агентство САНа опубликовало заявление генштаба сирийской армии, в котором сказано, что вся ответственность за атаку лежит на террористах. Российское командование внесло свою лепту восстановления истины, подтвердив факт бомбардировки. Вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Таким образом, Россия фактически заявила, что сирийские военные знали о наличии на складах химического оружия, а значит, представляли возможные последствия бомбежки. Газдеп США уже осудил удар по Идлибу и обвинил Башара Асада в жестоком и бессовестном варварстве. В заявлении говорится, что те, кто его защищают и поддерживают, включая Иран и Россию, не должны питать никаких иллюзий относительно Асада или его намерений. Я напомню, что именно Россия стала инициатором плана по передаче сирийского химического оружия под международный контроль с его последующим уничтожением. Именно после введения в действие этого плана США отказались от проведения военной операции против Сирии. Если выяснится, что режим Асада действительно использовал оружие массового поражения против мирного населения, это может иметь для официального Дамаска самые серьезные последствия. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.